Белгородцы станут участниками международного ралли-марафона «Шелковый путь». Областной центр на гонке представят два экипажа. В составе одного из них – председатель Совета депутатов Белгорода Сергей Глаголев и депутат Облдумы Максим Егоров. Марафон стартует 8 июля на Красной площади в Москве. Накануне наши пилоты провели пресс-конференцию, где рассказали об особенностях этого «Шелкового пути» и о том, как они готовились к состязаниям. Репортаж Станислава Колесникова. Белгород в ралли представляют два экипажа. Все они поедут под цветами команды автомобильно-спортивного комплекса «Вираж». Впервые наши гонщики будут выступать в разных классах – грузовой автомобиль и внедорожник. Более того, для грузовика немецкой марки «Ман», управлять которым будет Павел Ишаков, этот «Шелковый путь» станет премьерным. Автомобиль специально для гонки был значительно модернизирован и претерпел несколько доработок. Сейчас эта машина имеет мощность 650 лошадиных сил и максимальная скорость около 200 км в час. Плюс-минус автомобиль имеет на борту 900 литров топлива, что хватает в обычном режиме почти на 3000 км по дорожному режиме запас пути. Но в боевом режиме больше 1000 км машина может передвигаться. Второй автомобиль «Белгородцев», за рулем которого будет уже Максим Кирпелев, это прообраз известного внедорожника «Тойота Лэнд Крузер 80». Причем сделано авто вручную мастерами из виража. Все его агрегаты полностью адаптированы к условиям данной гонки. Кстати, как говорят сами пилоты, этот «Шелковый путь» станет не таким уж и шелковым. Протяженность всего маршрута порядка 11 тысяч километров. Большая часть пути пройдет по пересеченной местности и песчаным участкам. Примерно 5000 километров отводится на спортивные секции, где придется двигаться в максимальном скоростном режиме. Гонка длиннее, чем Дакар, и по дням, и по расстояниям. Поэтому гонка будет очень тяжелая, и маршрут вообще это впервые. Как раз вот Москва-Пекин, такой формат, он впервые в этом году. За плечами и Павла Ушакова, и Максима Кирпелева не один десяток трасс различных ралли. Среди них «Шелковый путь», «Дакар-2015», «Африка-экорейс», этапы чемпионата и Кубка России, а также Кубка мира по ралли-рейдам. Кураторы команды уверены в опыте и мастерстве наших пилотов. Опыт достаточно высокий, техника хорошо подготовлена, специалисты высоко квалифицированные. Они способны не только пройти сами гонку, но они способны оказать необходимую помощь на трассе своим партнерам. Помимо того, что этот «Шелковый путь» станет самым протяженным, он еще и претендует на звание самого массового. 2000 человек из 23 стран мира примут в нем участие. 99 автомобилей в классе «Льнедорожники» и 23 в классе «Грузовики». Около 200 автомобилей технической поддержки. Ралли стартует 8 июля на Красной площади в Москве. Пилоты «Виража» уже сейчас определили для себя задачи на эту гонку. Задача минимум – финишировать в пятини. Задача максимум – показать неплохой результат, войти в двадцатку, если получится, в десятку лучших экипажей на финише гонки. И на подиуме в своем классе. И еще одна любопытная деталь. Экипаж пресс-кара составит председатель Совета депутатов Белгорода Сергей Глаголев и депутат областной думы Максим Егоров. Они пройдут весь маршрут ралли и будут участвовать в его освещении в СМИ. Завершится «Шелковый путь» 2016, 24 июля в Пекине. Станислав Колесников, Павел Емелин. К этому часу Белгород. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова